Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и мире. Теперь нас можно смотреть и в телеграме, ссылку вы найдете внизу под видео. 1 февраля в должность музыкального руководителя Михайловского театра вступил бывший главный дирижер Большого театра Александр Ведерников. Михайловский театр несколько лет находился в поиске полноценного главного дирижера. Не то, чтобы в Петербурге не было дирижеров, но Михайловскому нужен был дирижер с именем и европейской репутацией. Кому-то еще недавно казалось, что именно таким может стать Михаил Татарников, который, к примеру, дирижировал Снегурочкой в постановке Дмитрия Чернякова в Парижской национальной опере. Чем не звезда? Лично я все время был недоволен творчеством этого дирижера, но в Питере любят коллективно влюбиться в кого-нибудь и нахваливать скопом. Татарников покинул Михайловский театр при странных обстоятельствах. Говорят, что последней каплей стал тот факт, что он не пришел на спектакль, о котором просто забыл. Несколько месяцев театр был вообще без руководителя, но в ноябре на премьере Иоланты, которую поставил Андрей Желдок, ссылка на мой отчет тоже под видео, я оказался случайно в одной ложе с Александром Ведерниковым. Это было странно. Мы работали с Ведерниковым вместе в Большом театре семь лет и продолжали общаться некоторое время после этого, правда теперь этого уже нет. Но насколько я его изучил во время тесной совместной работы, Михайловский театр это такой оперный дом, который никак не может понравиться ему. Он уже натерпелся от господина Иксанова в свое время, когда его многолетняя несамостоятельность и зависимость от директора и стала причиной его громкого ухода. Если помните, он объявил о своей отставке в Милане на открытии гастроли Большого театра в Ласкало, чем изрядно подпортил настроение руководству Большого театра так долго добивавшегося допуска в легендарный дом не с балетом. Так почему же теперь, через почти 10 лет, он вновь решил пойти работать туда, где им будет руководить Владимир Кехман? А уж этот директор, ставший худруком, точно не готов делиться властью даже с главным дирижером. Ответ на этот вопрос очень прост. За минувшее десятилетие Ведерников много добился на Западе. Он дирижирует хорошими оркестрами во Франции, Англии, он возглавляет теперь датскую королевскую оперу. Это не Ковенгарден, конечно, но согласитесь, тоже весьма почетно. И только в России у него с карьерой полный швах. Судьба Ведерникова непростая. Нет пророка в своем отечестве, это уж точно про него. Пока многие наши дирижеры добывали славу в западных оркестрах, чтобы потом вернуться победителями на родину. Ведерников тихонько руководил специально под него созданным оркестром сначала телеканала ТВ6, потом русской филармонии. Когда мы в свое время начали раскручить его как музыкального руководителя Большого, многие западные агенты пожимали плечами. А где он был столько лет? Правда, он всего добился сам, и агенты у него нынче хорошие АМГ. Но вот правило, что такой дирижер автоматом побеждает на родине, именно на фигуре Ведерникова дает сбой. То есть даже когда он чем-то хорошо или очень хорошо дирижировал, многие русские критики, а вслед за ними и зрители, говорили, да ну какая-то ерунда, все равно не Гергиев. Я тогда ругался в кровь с журналистами знакомыми, это было нечестно по отношению к Ведерникову, это была запрограммированная нелюбовь. Но тут, конечно, мы должны понимать, что у артиста есть еще и человеческие взаимоотношения с той же прессой. Это Плетнев может себе позволить быть мизантропом, шарахаться от журналистов и так далее. Ведерникову такого поведения не простили. Как не простила власть нежелание участвовать во всяких ее торжественных концертах. Даже звания приличного у Ведерникова за столько лет нет. Он кажется заслуженный деятель искусства, не народный артист, скажем. Надо сказать, что эту позицию Ведерникова я всегда уважал. Но тогда надо быть честным до конца и не хотеть вовсе выступать тут, а спокойно делать карьеру на Западе, как, скажем, его друг Андрей Борейко. Но бывший главный дирижер Большого любит Россию, хочет жить в своей московской квартире, гулять со своей собакой в парке Сокольники. Поэтому ему все же хочется выступать для нашей публики. Увы, репутация его такова, что никому он особенно сейчас не нужен. Хотя точно знаю, что тот же Яровский к нему хорошо относится. Гергиев нет. Он позволял себе хамские выпады в сторону Ведерникова, когда он еще был главным дирижером Большого. В Москве Ведерникову еще иногда удается выступать, когда на этом настаивает его большой друг пианист Николай Луганский. Но я знаю, на своей шкуре пытался много раз организовывать ему концерты. Столичные оркестры не горят желанием его приглашать. Те, кто еще помнит, как Ведерников начинал, не могли забыть, что он был в ассистентах и у Светланова, и у Федосеева, дирижировал колокольчиком Даницете в Стасике. То есть, по идее, он может претендовать на любой из этих коллективов, чтобы пойти туда работать на постоянку. Но за минувшие 10 лет подросло целое поколение дирижеров, которые для нашей публики, нашей пятой колонны, нашей власти имеют куда как больше шансов стать худруками этих коллективов. Хотя Ведерников намного профессиональнее почти всех них. Но эта неприметная профессиональность никому в России не нужна, а нужны умения как раз власть обслуживать, аккомпанировать Мацуеву на его многочисленных фестивалях, где надо и какой-нибудь Гарифулиной на деньги тот нефти. А я вспоминаю, как корежило Ведерникова, когда он выступал с Нетребко. Его профессиональные качества совсем не миф. Как вы понимаете, Луганский не будет с плохим дирижером выступать, даже если он его друг. Я слышал много очень хвалебных отзывов от певцов мирового класса, которых мы выписывали в Большой. Та же Вальтраут Майер была очень довольна и потом пела с удовольствием сельскую честь с ним в Цюрихе. Конечно, сказывается то, что отец его был большим оперным певцом. Он вообще идеален в оперном репертуаре, в работе с солистами, с хором. И он всегда готов много работать, репетировать, оттачивать. Это не метод Гергиева, который сейчас прививает Большому Сохиев, когда всем занимаются концертмейстеры. Ведерников, как и, скажем, Мути, сам занимается с солистами. Это всегда приводит к тому, что люди, у которых был потенциал, быстро доводились до правильной кондиции. А сегодня в том же Большом. Ими никто не хочет заниматься, их просто выплевывают. Кстати, сегодня мало найдется дирижеров у нас, которые так хорошо знают русские оперы, но которые еще и так неплохо чувствуют себя в итальянском репертуаре. Все, что я слышал у Ведерникова, Ликуврер, Макбет, Беттерфляйт, Урандот, было очень достойно. А Онегиным в постановке Чернякова после ухода Ведерникова так никто и не смог достойно продирижировать. Леонид Десятников был без ума от него, ведь он продирижировал премьерами его оперы «Дети Розентали» и балета «Утраченные иллюзии». Кстати, в высоком профессионализме Ведерникова мы все убедились в тот момент, когда Ростропович отказался от премьеры «Войны и мира» Прокофьева. Ведерников знал эту партитуру и выпустил спектакль за каких-то 10 дней круглосуточной работы. Вот это да. В общем, можно порадоваться за Михайловский театр, такого уровня профессионал здесь пригодится. В феврале он дирижирует «Пиковые дамы» и «Балмаскарадом», на осень намечена новая постановка «Аиды». Я приехал на самый первый спектакль «Пиковую». Любовь Питера к замшелым постановкам «Пиковой дамы» нетрудно объяснить. Им нужны виды Невы и летнего сада. Как Москве нужны постановки Хованщины с настоящим Кремлем. Поэтому в Мариинке еще недавно можно было увидеть советский спектакль режиссера Тимирканова, именно режиссера. А в Михайловском с 1982 года идет спектакль Гаудасинского с классическими декорациями, кто бы мог подумать, одного из главных сегодня театральных конструктивистов Семена Пастуха. Помните его пляшущих роботов в балете «Болл» в «Большом» или Семена Катко в «Мариинке»? В «Пиковой» все не так. Парики, камзолы, тряпичные задники. О пастухе, которого мы теперь знаем, говорили только бесконечно шевелящиеся решетки летнего сада. Все же они фетиш для петербургцев. Вы знаете, как я не люблю весь этот нафталин, в котором артисты еще отчаянно кого-то изображают. Но на фоне того, что я два вечера видел в Мариинском, «Пиковая» в Михайловском выглядела таким милым детским утренником. Спектакль находится в хорошем состоянии. Даже у машинистов сцены, видимо, нет такого наплевательского отношения к своей работе, которая просто лезет из каждой щели в декорациях Мариинки. Видно, что здесь спектакль этот любят и чтят, как память о прошлом. А у нас же сейчас именно ностальгия, национальный тренд. Но на этом не закончились контрасты с Мариинским. Ведерников подобрал певцов для своего первого выхода так, чтобы они составили ровный ансамбль. Что у нас давно ни в Мариинском, ни в Большом не видно. Никто звезд с неба не хватал. У всех есть какие-то свои проблемки. Но правильно подобранный ансамбль как раз позволяет нивелировать неудачи отдельных вокалистов. Может быть, на фоне других выделялся Борис Пенхасович в партии Лецкого с его уже европейским лоском. Кстати, очень важное качество Ведерникова, забытое в наших театрах, Гергиеву, Сохиеву или Курензису, давно наплевать, сойдутся ли они с певцами. Это сегодня даже норма. Однажды в Перми я насчитал только в первом акте Дон Жуана 14 несовпадений певцов с оркестром. Потому что дирижеры в этих театрах боги. Они договариваются с артистами до начала спектакля и дальше им не важно. А певцы, они как дети. Тут поняли, что надо раньше снять, а тут не смогли на ноту забраться. Правильный оперный дирижер все это слышит и старается всегда быть с ними. Да, порой это унизительно для дирижера, но в опере он всегда капельмейстер и должен быть вместе с вокалистами. Поэтому у Ведерникова в его первом спектакле все было на отличном уровне. И с оркестром он занимался, это слышно. В ноябре я был на Иоланте и качество звучания и пения по сравнению с тем спектаклем сильно изменилось в лучшую сторону. Ну, правда, это еще эффект сотрудника русского театра с главным дирижером больше выкладываются. Хор немножко не дотягивал, но я думаю, что еще пару месяцев такой работы Ведерников дотянет и хор. И все это вместе рождает удивительный эффект. Старый спектакль, в котором все функционирует честно. Профессиональные певцы, которые не изображают звезд мировой оперы. Оркестр, в котором за весь вечер не было ни одного проблемного места, было ощущение, что они с этим дирижером всю жизнь играют. Вот что такое правильный дирижер, которого в Петербурге будут все время унижать, уж в этом я уверен. Тут есть только один достойный дирижер, и все прекрасно понимают, что любой, кто напишет хоть одно доброе слово о Ведерникове, тут же будет отлучен от фабрики грез. Ведерников не стал к началу своего контракта проводить пресс-конференцию. Да и вообще есть ощущение, что город устал от прожектов Михайловского. Тут каждый год приходит какой-нибудь Бурчуладзе, рассказывает о великих планах, а отметив свой очередной юбилей, тихо исчезает. Ведерникову уже исполнилось 55 в январе, так что до следующего юбилея у него есть целых пять лет. Посмотрим, конечно, сколько он продержится и добьется ли того, ради чего он в этом театре оказался. Но я уверен, что спектакли с его участием стоит посетить. И осеннюю премьеры Аиды надо ждать. Не удивлюсь, если в главных партиях окажется какая-нибудь звезда, типа Людмилы Монастырской, или еще кто-то из тех, кто звездит за пределами Петербурга и нашей страны. Во вторник ждите отчета о питерском концерте Курензиса. Спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайтесь здесь и в Телеграме. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok